Подготовка к празднованию столетия со дня рождения Расула Гамзатова. Эта тема была на повестке дня выездного совещания председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в Хунзахском районе. Премьер-министр встретился с руководством муниципалитета, посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» и дом музея Расула Гамзатова. Подробнее расскажет Мухаммад Амаров. Визит премьер-министра в Хунзахский район начался с осмотра мемориального комплекса «Белые журавли» в селении Цада. Здесь пройдут основные мероприятия к празднованию юбилея поэта. По поручению главы Дагестана комплекс будет реконструирован, а также благоустроит прилегающую территорию. Реконструкция памятника должна быть выполнена качественно и в сжатые сроки. Поэтому, как я уже говорил, при этом решении с выездом на место необходимо было выехать сюда. На место обсудить эскизный проект, какие материалы будут использоваться. Потом вопросим наполнения музея, который входит в состав комплекса. Абдул Муслим Абдул Муслимов посетил и дом музея Гамзата Цадасы. С 1971 года он имеет государственный статус. Здесь жили два народных поэта Дагестана – Гамзат Цадаса и Расул Гамзатов. В музее 1800 экспонатов, и все они связаны с их жизнью и творчеством. Абдул Муслимов сообщил, что к юбилею Расула Гамзатова в музее проведут ремонт. Ну, это кабинет Гамзата Цадаса, это его рабочий стол, книжный шкаф. Вот эти на полу, на стене, ковры садкала жена Гамзата Цадаса. Это патифон был свадебным подарком Магамеде. Этим искусством тоже владели, да? Ну, здесь каждая женщина умела это ткать. И вот сидеть долгими зимними вечерами, сложив руки, это считалось непозволительной роскошью. В рамках рабочей поездки Абдул Муслимов посетил место гибели туристов в Салатлинском каньоне. На прошлой неделе здесь в обрыв упала машина с семьей из Оренбургской области. Премьер-министр отметил, что на участке нет указателей и ограждений, обеспечивающих безопасность туристов. Он рекомендовал местной администрации установить заграждение по линии обрыва, предубеждающие знаки, и организовать безопасные смотровые площадки. Еще одна проблема района – это угроза обрушения скалы, нависшей над садой. В случае катастрофы могут пострадать жилые дома села. На совещании обсудили способы устранения проблемы. В том числе предлагали закрепить скалу тросами, либо разрушить ее постепенно, вручную. Окончательное решение будет принято после собрания с жильцами. Мухаммад Амаров, Вадим Шамхалов, Исуп Гази Амаров. Время новостей.